Давайте начнем. Меня зовут Вячеслав Дершов, я представляю компанию SAP, и я буду ведущим. Сейчас я представлю докладчика. С чего я хочу начать? Каждый бизнес не будет бизнесом, если он не будет приносить прибыли. И все мы поэтому знаем, что очень важна отдача на инвестиции. Есть такой термин ROI, который мы все знаем как Retirement Investment. А вот чтобы добиться хорошей, высокой отдачи на инвестиции, нужно уметь работать с различными бизнес-процессами, и немаловажно здесь грамотная, умелая, выстроенная работа с информационными системами компании. И вот здесь у нас появляется совершенно новое значение аббревиатуры ROI – Return on Intelligence. Intelligence – это, с одной стороны, интеллект, с одной стороны, ум, с другой стороны, это некоторые знания. А есть еще такой, на самом деле, перевод от слова, как встроенная информационная система, вычислительная система. Поэтому очень емкое название Return on Intelligence – это, на самом деле, название компании, партнера компании SAP, активного участника нашей программы поддержки разработчиков SAP Partner Edge. И эта компания предстоит решение, которое выработано ими как участниками этой программы партнерской, демонстрационная платформа для страховых компаний. Это реально результат партнерских отношений вместе с SAP, поскольку SAP, вот эта программа, дает возможность компании сосредоточиться на бизнесе, сосредоточиться на своих решениях, дает инфраструктуру. С другой стороны, это решение включает в себя очень много различных технологий SAP, в частности, естественно, это HANA, это UI5-интерфейс, это Hybris, это Fraud Management, то есть инструменты по борьбе с мошенничеством и другие. И позволяет компании Return on Intelligence сосредоточиться на масштабировании IT-систем, на переводе IT-систем их заказчиков, таким образом, чтобы они могли работать с большими объемами информации, очень эффективно анализировать их и применять непосредственно сразу в реал-тем бизнесе для своих транзакций. Поэтому я рад представить вам бизнес-девелопмент-менеджера компании Return on Intelligence. Сергей Гермеддинов, вам слово. Да, спасибо, Вячеслав. Коллеги, я начну немножко с терминов и немного с погружения. Есть здесь коллеги, которым уже приходилось работать со стеком SAP и использовать Хана в повседневной жизни или хотя бы исследовать ее какую-то функциональность. Есть? Нету. Окей, я тогда начну немножко про нашу бизнес-область, про вклад SAP в эту бизнес-область, а это страховой бизнес и банковский бизнес. Расскажу чуть-чуть совсем, для того, чтобы вы понимали, кто являемся мы и чем мы занимаемся, а потом я расскажу, как мы используем решения SAP и их программы для того, чтобы строить свой бизнес. Итак, во-первых, SAP за 2013 год получила только из прибыли 20 миллиардов чистой прибыли, и SAP активно вкладывается в разработку новых решений, в R&D работы. Имея огромный штат людей, они также еще и развивают партнерские отношения. И как раз таки Return on Intelligence является одним из таких поставщиков сервис-услуг, сервис-партнеров SAP. Огромный пул решений, которые были созданы для страхового бизнеса, он длился длительное время и составляет огромный портфель. Клиентами именно страховых решений являются крупные страховые компании, которые используют для эффективного управления и ведения своего бизнеса. Наша же компания, она является провайдером сервисов по трансформации систем. И наши клиенты, основные наши клиенты, это крупные страховые компании, крупные банки, которые нуждаются в изменении своих процессов, которые хотят быть максимально эффективными и зарабатывать больше. География нашего присутствия, она довольно-таки обширна. Мы присутствуем в Европе, штаб-квартира у нас в Филадельфии. Наша компания составляет 800 человек, разнонаправленных специалистов, бизнес-аналитиков, разработчиков, тестировщиков. У нас полноцикловый процесс разработки. Мы прекрасно разбираемся в сервисах. Мы сертифицированы по CMMI уровня 5 и предоставляем самые лучшие сервисы для наших клиентов. Итак, как я и сказал, мы являемся провайдерами трансформаций, больших трансформаций. И крупные клиенты нас знают. Наше партнерство с SAP началось не так давно. Мы начали работать вместе, наверное, около года назад. Мы подписали партнерское соглашение и являемся глобальными партнерами во всех программах по перепродаже, реселлингу, лицензии, по предоставлению сервисов, имплементации сервисов. Но я хочу вам рассказать о том, что SAP очень большое внимание обращает на то, чтобы развивать отношения со своими партнерами. То есть программы, они многоуровневые. И думают не только о возможности заработка, но и, как я вам сказал, делаются очень много для того, чтобы партнеры знали о продуктах компании. Поэтому одной из таких программ являлась как раз-таки разработка акселераторов для SAP HANA и разработка продуктов, которые сопутствуют продвижению SAP HANA. Сама программа подразумевает годовое участие с поддержкой, технической поддержкой, предоставлением технических ресурсов и охватывает довольно-таки большой спектр. То есть здесь есть программы отдельные для мобильных разработчиков, для разработчиков решений для аналитики, интеграционных решений. Участвуя в этой программе, мы получили довольно-таки многое. То есть мы были практически в полном контакте с разработчиками самого решения. Ребята, которые участвовали в проектах, получили доступ до технических ресурсов, ездили на обучение в течение времени, узнавая из первых уст практически, о том, что делается и что собирается делаться с продуктами, с самой SAP HANA. Кто-нибудь из других вендоров предоставлял такие услуги? Кто-то вообще участвовал, кто-то был, работал с разработчиками бок о бок, задавал ли вопросы у кого-то. Вы знаете такие компании? Ну, крупные компании. SAP это предоставляет. И, в принципе, я хочу обратить внимание на то, что это здорово, что такие программы существуют, и SAP заботится о том, чтобы партнеры чувствовали себя в своей среде. Сегодня мы много говорили и много уже слышали про SAP HANA. Андрей нам сегодня рассказывал про преимущества SAP HANA Cloud. Я хотел немножко освежить и немножко, наверное, с другой стороны подать. Практически то же самое. Сама разработка программного обеспечения немного изменилась с приходом SAP HANA. Во-первых, смещается разработка на уровне базы данных. Так как SAP HANA представляет собой продукт, который позволяет максимизировать скорость в обработке данных, всю обработку производится на стороне базы данных, передавая в аналитические инструменты только результаты. В принципе, если кто-то работал с BI-системами, вы знаете, что для того, чтобы загрузить и сформировать отчеты, необходимо сначала загрузить данные в аналитическую систему, потом сформировать куб, получить результат и только потом его отобразить. В случае SAP HANA все происходит, вся обработка происходит на стороне базы данных. Помимо работы с данными, еще и реализованы множественные процессы, такие как управление данными и создание хранилищ, и также моделирование. Моделирование раньше присутствовало, есть и до сих пор существуют механизмы управления данными, моделирование данных и анализ, но в современном подходе это все уходит опять-таки на уровень базы данных, оставляя инструмент моделирования отдельным. Довольно-таки удобно. Я сам в прошлом разработчик, ныне работаю с бизнесом, я сумел пощупать и сумел ощутить, насколько это действительно удобно. Это графически понятно. У меня не взяло много времени для того, чтобы разобраться даже с инструментарием. Касательно… Ой, как прекрасно у нас получилось. Ну ладно. Мы все знаем, что самым узким местом при работе с базами данных и при работе с высоконагруженными приложениями является передача данных между хранилищем и обработкой для вычислений. Узкое место всегда является чтение и запись на диск. В Сабхана эта проблема разрешена тем, что все данные находятся в памяти, потому что Сабхана – это инструмент, это база данных, которая производит вычисления в памяти и хранит все в памяти. Поэтому, когда говорят о производительности и об увеличении производительности, говорят о даже не разах, а о десятках и сотнях разах увеличения производительности. Касательно дополнительного инструментария, который позволяет, которая внедрена уже в функциональность Сабхана. Мы видим, что… И Андрей тоже отмечал, что есть возможность работы с множественными расширениями. Это и планирование, и интеграция с инструментами прогнозирования, и интеграция и работа с бизнес-библиотекой бизнес-функцией. По ходу решения и реализации наших проектов мы смогли использовать часть этих функций. Я расскажу немножко попозже. Что-то вы уже наверняка услышали, опять-таки, от Андрея. Я немножко пропущу, потому что не хочу тратить здесь очень много времени. Уникальной вещью, которая поставляется вместе с Сабхана, является еще и привязка и разрешение такой функциональности, как семантический разбор текста, как обработка ГИС-данных, геопозиционных данных, возможность также реализации интерфейса за счет возможностей обращения посредством множественных протоколов. То есть там есть интерфейсы взаимодействия, и можно строить приложение непосредственно, обращаться с мобильных устройств, обращаться с… и строить архитектуру на сервисную архитектуру, сервис-ориентированную. И стандартно… Так, как раз-таки, и возможность использования различных клиентов, в том числе с поддержкой сверхсовременных ультратонких клиентов. Как я вам говорил уже, мы говорили про увеличение работоспособности, и понятное дело почему. Происходят реализованные механизмы, специализированные механизмы создания кубов. То есть там есть три различных вида кубов, которые позволяют создавать аналитические, вычислительные и еще какие-то… Да, извиняюсь. И агрегационные кубы. В примере я вам покажу, почему увеличивается скорость, и покажу как раз-таки на больших примерах. Мы процессорная компания, и стараемся использовать лучшие достижения, лучшие технологии, и технологии, с которыми мы подходим к процессу продаж, является TEPO, это Technology Enable Process Optimization. Это мы не продаем и не показываем никогда технологии, но всегда показываем результат использования технологий. Мы пытаемся брать последние продукты, прорывные продукты, прорывные технологии, и показывать клиенту, как они могут влиять на их бизнес. И как раз-таки наша платформа, которая строится на Хане, она прекрасно встраивается в процесс оптимизации при таком подходе, делая возможным создание экономического обоснования. Состав платформы. В основном это, так как я уже сказал, что наша компания занимается страховым бизнесом, и ядро нашей системы составляет модули, которые популярны в страховом бизнесе. Это управление полисами, это управление обращениями, клиентский модуль, модуль аналитики, модуль построения систем, построение продуктов, страховых или банковских продуктов, и модуль выявления мошенничества. Модули, они все интегрированы между собой, и мы с легкостью можем строить решения практически на каждый случай. Создание этого прототипа, наша компания вступила в программу именно создания прототипов в апреле этого года, и с апреля по сентябрь этого года прошло всего 6 месяцев. Мы получили уже первые результаты и получили уже 4 показа, и два из которых были успешными, и сейчас уже подписываются соглашения о дальнейшем использовании этих прототипов, либо решений, построенные на этих прототипах. Давайте мы все-таки подойдем к бизнес-кейсам. Первый бизнес-кейс, он строился на системе выявления мошенничества. Это фрод менеджмент. Нашим клиентом оказалась страховая компания, расположенная в Америке, с более чем 60-летним опытом, историей, с оборотом более 2 миллиардов долларов. Очень узкая и необычная область для страхования. Это страхование, медицинское страхование, компенсация медицинских выплат работникам компании. Что самое интересное, то что в компании присутствовали страховые исследователи, но процессы выявления мошенничества не были автоматизированы. Мы использовали продукт и в течение одного месяца смогли показать его эффективность. Да, понятное дело, что мы столкнулись с очень большими сложностями, и как раз таки в тех местах, где нас никогда не ожидали бы. В первую очередь мы столкнулись с проблемой нормализации данных. Я когда увидел данные, которые были представлены компанией, я, честно, даже не знаю, как они все эти 60 лет работали, и как они до сих пор продолжают работать и быть успешными. Данные дублировались, данные были настолько плохие, что анализировать их в чистом виде было невозможно. Мы потратили 80% нашего времени только на подготовку данных. Но вполне были успешны. Почему? Потому что мы имели уже домашние заготовки, построенные на прототипе, и смогли реализовать. И результаты были очень даже неплохими. Мало того, что были найдены дубликаты полисов, были найдены полисы, которые уже не действовали, были определены проблемы в их программном обеспечении, которые делали дубликаты, либо создавали неправильные данные. Отчет был отправлен клиенту на рассмотрение, то есть они должны были думать о том, как с этими проблемами жить дальше. И также еще мы показали, где они теряют деньги, и как они могут зарабатывать больше с решением, построенной на SAP HANA с фроуд-менеджментом. Среди найденных подозрений на мошенничество мы обнаружили 12 тысяч подозрительных случаев. Из них были подтверждены страховой компанией. 580 случаев они были подтверждены сразу. Они только посмотрели когда. То есть там есть система рейтингов, система именно классификации самих обращений, угроз. Они посмотрели на максимальные рейтинги и сказали, вот эти первые 10 страниц – это 100% мошеннические выплаты, не санкционированные. Мы взяли эти данные и еще раз прогнали на… уже подключили модуль прогнозной аналитики и прогнали еще один раз. И получили еще 250 абсолютно похожих случаев. То есть итого практически 700-800 случаев были выявлены за один месяц. Общая оценка выплат, уже произведенных выплат, она составила около миллиона долларов. Это мы проанализировали, используя всего лишь 8 правил. 8 правил, которые разработали за месяц. Бизнес-аналитики, даже без присутствия клиента, без взаимодействия с их бизнес-аналитиками. Понятное дело, что после первой удачи мы начали задумываться, а почему бы не использовать и не трансформировать эту систему таким образом, чтобы она была доступной как сервис, как веб-сервис, как клауд-сервис. Мы получили бы тогда полностью все преимущества использования. Минимизацию IT-ресурсов, уменьшение затрат клиентов на содержание этих систем. Ну и, понятное дело, прибыль. И по подписке. Понятное дело, что подписка стоит не столько, сколько стоит лицензии. В настоящее время мы ведем работы по созданию облачного сервиса для страховых компаний. И стараемся сделать шире еще список компаний, которые были доступны решения фронт-менеджмента. Есть уже среди этих начинаний мы уже сделали первые шаги, мы сделали возможность множественного доступа, уже разработаны планы, уже разработаны около 150 правил, которые могут использоваться в различных, в шести направлениях бизнеса, страхового бизнеса. Ну а дальше мы закинули удочки, и мы пока ждем. Что самое интересное, это что эта платформа, я сказал, что она в большую степень ориентирована на страховой и банковский бизнес. Но так получилось, что она еще сработала и для большой строительной компании со штаб-квартирой в Канаде, с огромными оборотами, и которой необходимо было трансформировать свои сервисы, свои отчетные системы. у них была проблема такая, что было много отчетов, 600, и большинство из них собирались по времени больше, чем 30 минут. Понятное было, что использовать традиционный подход не получилось бы никак. Нам необходимо было думать, где можно сократить расходы, именно по времени расходы. Мы использовали все преимущества Сабхана. Мы взяли Сабхана, как центр систем, мы взяли BobJ, и использовали сервисы, которые перетрансформировали данные из отчетных систем, и получили на выходе очень быстрые отчеты. Ребята нарисовали мне схему, все, что было сделано, это очистка данных, трансформация, профилирование. Я не буду здесь все, что он перечисляет, это все так сложненько, но все, что делается с данными, оно делается. Самое сложное было создать calculated view. Да, это очень нестандартные, очень сложные бизнес-сущности, которые, наверное, отняло у нас очень много времени, но принесло очень большие преимущества для клиента, потому что вот здесь вот, я был сам свидетелем, когда открывался отчет, он занимал вот 32 минуты ровно. Мы получили 20 секунд после всего. Количество отчетов можно было сократить. С 600 они уменьшились до 400. То есть, да, там для различных уровней управления, они там с различной детализацией, но все они были сделаны, все они, то есть максимальная скорость открытия была 20 секунд. Все, что мы делаем, это результат того, что мы хорошо ознакомились с тем, как это устроено, как технологии устраиваются изнутри. Наши инженеры и наши бизнес-аналитики, они работают в паре с первой линией поддержки SAP, с разработчиками решений, и мы знаем, когда мы знаем, что мы делаем, мы успешны, и мы успешны вместе с SAP. Спасибо. Вопросы? Спасибо, Сергей. Действительно, очень приятно быть успешными вместе. Вопросы из зала, я подойду с микрофоном. Спасибо за доклад. Первый кейс, там прозвучал меня зовут Юрий, там прозвучала рой в вашем варьературе. Какой был рой? он варьературе. Какой был рой в ключном понимании? Да, это нужно немножко перейти в историю. Что именно? Первый кейс, его решение, там есть возврат инвестиций на знание. Поэтому он не так. Какой там был рейтинг-контретинг, сколько стоило ваше решение? Да, я понял вопрос. Переходите, вот если оценивать в деньгах, именно в затратах, я правильно понимаю, что мы говорим сейчас про кастомизацию клиента, существующих платформ. Я вернусь. Я вернусь. А был финансовый эффект от наделения открытых? Открынулись ли инвестиции? Да, 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 я понял. Смотрите, я почему сейчас здесь не открыл все названия компании? Потому что это все проекты, которые были нацелены на преселс и селс-активность. Это действующий контракт, который в настоящее время подписывается в договор об услугах. Внедрение, я еще раз повторю, было бы у нас один месяц, ровно один месяц, команды пяти человек, которые работали над кастомизацией конкретного продажа. Теперь, касательно денег, здесь сложный вопрос, потому что здесь и компания Returned Intelligence, и компания SAP, мы работаем вместе. Мы представляем инженеров свою квалификацию, свои знания. если бы предоставлять лицензии, предоставлять свою экспертизу, если нам не хватает поддержки со своей стороны. Вот эти шаги по условиям проведения таких акций, по условиям экономического обознавания мы делаем бесплатно. Еще вопросы? Если вопросов нет, большое спасибо, Сергей. Спасибо. Удачи вам в сделках, которые подписываете, внедрении, и в том, что принесите на Returned Intelligence, на Returned Investment вашим клиентам в вашем бизнес-соу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...